Добрый день, друзья! Здравствуйте, Отец Аркадий! Здравствуйте, Ольга Владимировна! Здравствуйте, друзья! Очередной раз мы встречаемся в программе «Читаем классиков сегодня» с надеждой, что наши беседы помогают вам, дорогие друзья, лучше и глубже понять духовный смысл классической литературы, увидеть в знакомых текстах вещи, мимо которых, возможно, вы раньше проходили. Сегодня нашу беседу мы назвали «Духовное завещание Гоголя». И, конечно, не случайно в дни Великого Поста мы выбрали именно этого писателя и его самое знаменитое и бессмертное произведение – поэму «Мертвые души». Конечно, это не случайно. О Гоголе один из исследователей сказал так. Именно Гоголь круто повернул русскую литературу от эстетики к религии. Именно с Гоголя начинается особая миссия русской литературы, продолженная затем Достоевским и Толстым. Сам Гоголь считал, что божественный дар сочинительства дан ему именно для того, чтобы он написал эту поэму. Вот так он высоко ставил это произведение. Конечно, Гоголь – великий мастер сатиры, и многие его соотечественники, демократически настроенные, увидели прежде всего в поэме «Мертвые души», конечно же, вот эту сатирическую струю, эту сатирическую тенденцию, и даже называли Гоголя революционером. Но надо сказать, что никогда никаких радикальных идей у Гоголя не было ни в его голове, ни в его творчестве, тем более. Другая часть общества обиделась на Гоголя, посчитав, что слишком карикатурно и гротескно изобразил он русское дворянство. Конечно, Гоголь видел пороки русской жизни, но для этого ли, для обличения ли пороков, было написано это бессмертное произведение. Отец Аркадий, давайте начнем рассуждать. Да, тема сегодня у нас очень глубокая. Хочется сказать, на эту тему очень много. Но начать, наверное, надо с того, что Николай Васильевич посвятил большую часть своей недолгой жизни, своего короткого века этому произведению. И мы знаем, что, согласно его замыслу, оно должно было состоять из трех томов. Третий том, как мы знаем, вообще не увидел света. Второй том постигла очень трагическая участь. По какому-то непонятному, очень таинственному стечению обстоятельств, писатель, как сегодня пытаются интерпретировать это состояние, впал в какое-то временное помешательство и сжег собственными руками второй том. Но нам известно из воспоминаний современников, критиков и тех людей, которые хорошо Гоголя знали, что изначально это было эпическое произведение, которое, наверное, по масштабу и по своей идее, очень напоминало божественную комедию Данте Алигери, в которой рассказчик выступает в роли некого Вергилия, который ведет нас через ад. Потому что в первой части по замыслу автора мы должны были увидеть страсти, грехи падших людей. Во второй части главный герой сталкивается с людьми добродетельными, с людьми справедливыми, честными и не делает из этого выводов, не изменяется. Изменяет его только каторга и ссылка, которую автор должен был написать в третьей части своего произведения. И главного героя Павла Чичикова ждет искупления, исцеления от, через страдания, некое такое очищение, катарсиспы должен был произойти с главным героем, и он должен был нравственно возродиться и спастись. Ну, к сожалению, видимо, времени не хватило Николаю Васильевичу Гоголю для того, чтобы этот замысел масштабный довести до конца. И нашему вниманию сегодня предстоит только первый том. Но и он сам по себе, если рассматривать его как отдельное произведение, законченное, а он, безусловно, является законченным произведением, конечно, универсальным. Если бы это не было так, то, наверное, Гоголь не был бы мировым достоянием такого масштаба, каким он сегодня предстает перед нами. Потому что, ну, конечно же, мы знаем, что весь мир знает, ценит, читает и перечитывает это великое произведение. И вот, в отличие от многих русских писателей, которые все-таки описывали какие-то характерные, очень русские черты, и несмотря на любовь Гоголя вообще к русской действительности, к русскому быту, к русской жизни, к русской культуре, ну, нельзя сказать, что мы не можем представить себе героев этой поэмы, а ведь эта поэма, как обозначает нам жанр этого произведения сам автор, удивительно, да, но это поэма. Так вот, герои этой поэмы теоретически могут жить везде. Во Франции, в Германии, ну, везде абсолютно, на любой точке, в любой точке земного шара. Просто Гоголь описывает человека, человека. Во всей его сложности описывает человеческую душу. И такое двойное название, очень остроумная такая игра понятий здесь, мертвые души, конечно, постоянно заставляет читателя задумываться, кто же есть эти самые мертвые души. Те ли умершие крестьяне, которых скупает за гроши такой очень умелый, предприимчивый аферист Павел Чичиков, либо сами герои этого романа, включая самого Чичикова и тех помещиков, и тех чиновников, и тех представителей дворянства, с которыми он входит в сношение, или они являются теми самыми мертвыми душами. Вот тут постоянно читатель сам решает для себя этот вопрос, находя и там, и там ответы положительные на этот вопрос. Кто же есть мертвые души? Отец Аркадий, но если внимательно вглядеться в героев, то не сразу они стали прорехами на человечестве. Вот тот же Плюшкин был рачительным хозяином, имел семью, детей, любимую жену. Собакевич – основательный человек, Коробочка – очень хозяйственная, Манилов – радушный, гостеприимный. То есть, в общем-то, потихонечку, полигонечку вот эти вот страсти накапливались, и, как говорит Гоголь, превращались, вырастали внутри человека, в этого страшного червя. Ведь так и мы иногда не замечаем те маленькие грешки, которые в каждом из нас есть. И Гоголь приводит в своем произведении слова священномученика Петра Дамаскина о том, что грехи наши, как песок морской. То есть, я к тому подвожу, что вот человек, который не замечает в себе вот этого роста, вот этого внутреннего червя, в итоге превращается в карикатуру. Я давненько не вижу гостей. Если, надо сказать, вижу в них мало проку. Завели при неприличной обычай ездят друг в друга. А в хозяйстве-то упущение? Да и лошадей их кормить сенам. В «Одни поста», как известно, мы читаем произведение преподобного Иоанна Лествичника, «Лествица добродетелей», в которой говорится о постепенном или поступенчатом восхождении от степени в степень духовного роста, о борьбе со страстями, о преодолении своих грехов. Но ведь мы же прекрасно понимаем, что есть и лестница обратная. Есть лестница восхождения, и есть лестница нисхождения. С нисхождения вниз, в ад, в пропасть. И поэтому здесь одно условие. Здесь только одно условие, на мой взгляд, которое, может быть, не напрямую проговаривается автором, но, конечно, оно всегда мощно присутствует как основная мысль всего произведения. Христос. Христос. Как начало и конец всего, как условие богоподобного человека быть человеком. Вот богоподобие – это ключ к разгадке самой главной проблемы этого произведения. То есть все персонажи, которых мы видим, они остаются наедине с собой. Они сами постепенно, уходя все глубже и глубже в служение своим страстям, отделяются, отдаляются от Бога. И без благодати все хорошие, какие-то положительные черты, которые вкладываются в них творцом, создателем, как некие таланты, они искажаются, извращаются и превращаются в свои же собственные антиподы. Как, в общем-то, это и произошло с Адамом после грехопадения. И мы видим, что чувство собственного достоинства, которое должно было охранять образ Божий в человеке, превращается в гордыню. Некий такой божественный, праведный гнев против зла, для того, чтобы противостоять соблазну, превращается в ярость и в злобу против ближнего и так далее. Чувство любви превращается в похоть, чувство какого-то хозяина, рачителя, возделывателя земли, и возделывателя райского сада, оно превращается в скупость, в сребролюбие, в жадность, в волчность и так далее. Вот все добродетели становятся пороками. И Гоголь, в общем-то, с евангельской, наверное, даже с библейской, такой вот точностью передает здесь как раз-таки вот этот процесс духовной энтропии, духовной деградации, разрушения человеческих свойств в человеке. И действительно, как вы правильно сказали, и даже само слово «червь», оно по большому счету из Священного Писания. Червь – это образ такого страдания, образ того, к чему приводит человека жизнь без Бога. Это гиенна. И там будет червь, который не насыщается. Червь, то есть тот, который точит, разрушает, съедает. А Гоголь в своем произведении пишет, что червь, который обращает к себе все соки естества, то есть он высасывает из человека жизнь и разрастается сам, как паразит, подменяя собой внутренний мир, душу человека. И душа таким образом, конечно, мертвеет. И вот об этой мертвости как раз автор и говорит. Вот, кстати, лишь у двух людей мы находим в поэме биографии. Это у Плюшкина, который превратился вообще, не поймешь, баба или мужик. Именно о нем Гоголь говорит про эхо на человечестве. И сам Чичиков, биографию которого мы тоже узнаем из поэмы. Но Чичиков в отличие от... В 11 главе, в последний. В отличие от других персонажей, Чичиков как бы не смешон и вроде бы не карикатурен. Он ни то, ни сё, ни урод, ни красавец, ни тонкий, ни толстый. Он никакой. Но из его, так сказать, жизнеописания мы узнаем, что те уроки, которые преподал ему отец, они, так сказать, днем очень мощно проросли. Отец что ему говорил? Не уважай, а почитай, преклоняйся перед начальством, перед учителем, когда этот разговор шел о гимназии, и береги копейку. Самое ценное, что есть на свете. И у Чичиков это очень хорошо усвоил. Но если вот вы сказали в начале, что персонажи Гоголя на все времена и на все народы. Гоголя Чичиков, это Мавроди наш. Ну, даже, наверное, не только Мавроди, очень много в наши времена, особенно в 90-е годы, таких персонажей, умелых, таких вот оборотистых. Никому зла не сделал. Я думаю, что в наше время он был бы еще очень таким приличным человеком, казался бы, потому что он, в общем-то, его афера, честно говоря, по сегодняшним временам, она просто смешна. Да, детская. Смешна. И потом он проявляет еще и какие-то человеческие черты и даже положительные черты. Он в некотором роде все равно пытается какой-то соблюсти порядок во всем. Перевод или покупка будет значиться только на бумаге. Души в них будут числиться. Как бы же бы, и все. Да на что же они тебе? Это же мое дело. Право не знаю. Ведь я мертвых никогда еще не продавала. Еще бы, матушка. Я же походил скорее на дивы, если бы кому-нибудь их продали. Скорее всего, он хочет выйти из тени, он хочет легализоваться, как сегодня говорят. Несмотря на то, что первые деньги, которые он получает, это довольно сомнительные. Там есть эта история из 11 главы с таможней, где он обирал контрабандистов и так далее. И постепенно он движется к некому такому цивилизованному способу существования в обществе. Но почему, мне кажется, автор не награждает его какими-то яркими чертами, отрицательными или положительными? Потому что он до конца сам не решает еще, что с ним делать. Автор не определяет его судьбу. Потому что всех остальных персонажей автор уже осудил. Он уже показал... Он приговорил уже. Он показал им, что они уже затвердели. Они уже в такой погибельной ситуации находятся, когда они уже не могут спастись. Они уже настолько закоснили в своих страстях, что их уже невозможно из этой корки вытащить. Уже они, наверное, так на суд предстанут. То есть невозможно представить себе Собакевича без его какой-то жуткой сварливости, мании к осуждению, к какому-то злобе, к недоверию. Потом к этому чревоугодию жуткому. То есть он такой уже как бы сгусток страстей. В общем-то, как и все. Невозможно представить, что Плюшкин вдруг одумается и оставит свою скупость какую-то совершенно запредельную, умопомрачительную. Или коробочку, которая совершенно уже не может просто ни о чем думать, кроме своего там закупок сала, хозяйстве и так далее. Поэтому с ними все понятно. Автор здесь показывает нам некие такие страшные картины, чтобы мы ужаснулись и отшатнулись. А с Чичиковым он специально не дает нам до конца понять, что же с ним будет. Он может покаяться. Можем себе представить, что он может покаяться? Конечно, можем. Он для этого и предназначается изначально. Но мы видим прекрасно, что сейчас перед нами не кающийся человек. Абсолютно в себе уверенный, скрытный, очень такой циничный, целеустремленный в своих вот этих вот замыслах. И, в общем-то, это показывает нам, какими бываем мы на самом деле в жизни. Мы бываем очень оборотистыми, очень умелыми, но в том, что не касается нашего спасения. Господь говорит, что проку вам, если вы весь мир приобретете, а душе своей повредите. Какой выкуп вы дадите за душу свою? Бесполезно человеку приобретать земной, если он не радеет о небесном, о вечном. Собирайте сокровища ваши на небесах, где моль и ржа не расточают, не уничтожают. Где сокровища ваши, там сердце ваше. Вот Павел Чичиков, он сокровище у него все на земле. Он очень энергичный человек, он мог бы думать, может быть, о каких-то других вещах, он, может быть, должен был воздеть очи горе, и где-то, может быть, прийти к какой-то гармонии человеческой. Потому что ведь на самом деле Господь же не требует от нас, чтобы мы забыли о земном. Хлеб наш насущный дашь нам несть, просим мы у Господа в молитвах. Что такое хлеб? Это то, что поддерживает нашу жизнь. Адаму Господь вручил весь мир для того, чтобы он возделывал его. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, трудитесь. Господь сказал, да, ты будешь сеять хлеб, возделывать его в поте лица твоего. И, в общем-то, это заповедь. И труд нужен, и попечение о земном нужно, необходимо. Потому что это тоже человек организует, это человек дисциплинирует. И потом, ведь внешние действия переходят во внутреннее состояние всегда. Именно поэтому в церкви мы совершаем некие внешние действия часто. Мы воздерживаемся от чего-то, мы что-то делаем, мы совершаем, допустим, молитвенные правила, мы творим земные поклоны и так далее. То есть, это организует наше внутреннее состояние. Через внешние действия мы приходим во внутреннее состояние. И Павел Чичиков, он, в общем-то, своей рачительностью мог бы ее обратить к делу с собиранием не только земных вещей, а к собиранию добродетелей. И поэтому именно Гоголь оставляет ему надежду. Он его показывает еще не погибшим совсем человеком. Он размышляет, у него высокие какие-то мысли. Он размышляет о России. Он думает о том, какая участь ждет вообще вот это такое дворянство, вот этих вот крестьян. Он размышляет над списком умерших и пытается представить, как они окончили свои дни. Они живо пристают перед ним и чувствуется в этих размышлениях, что он сочувствует этим людям. Он любуется им. Он любуется, да, он любит их в этот момент. Он как бы располагается, оборачивается к ним сердцем. Значит, сердце есть еще у человека. Сердце еще есть, но на том пути, на котором он стоит, его может скоро не оказаться. Ну, я ж тебя знаю. И ты подлец. И ты дорого не дашь за них. Да ты тоже хорош. Смотри ты. Он тебя что, бриллиантовый, что ли? отец Аркадий. Итак, Гоголь очень четко показывает нам страсти человеческие, так сказать, уже в конечном их результате, когда это уже огромный червь. И все это разложено по полочкам, вернее, правильно сказать, по персонажам. Он ставит диагноз, но не показывает путь к выздоровлению. Так получается. По крайней мере, второй, третий тома. Только потому, что мы третий том не увидели. Опять же, подчеркну. Помните, Достоевский говорил о том, что во многом идея преступления и наказания была подчеркнута после прочтения произведения Гоголя. Надо еще сказать одну вещь, очень интересную, о такой органической связи наших писателей. Ведь на самом деле идею мертвых душ Гоголю подсказал Пушкин. И подарил ее ему. О чем Гоголь сам всегда упоминал и старался всегда показать, что он не пытается присвоить эту идею себе. Он лишь ее развил, наполнил ее каким-то таким широким содержанием. Но всегда выражал признательность Александру Сергеевичу, огромное уважение, благодарность за то, что он подарил ему такой замечательный сюжет. И Достоевский воплотил в преступление и наказание может быть в более резких чертах таких. Конечно, там никакого уже гротеска нет. Там нет никакой сатиры совершенно. Но помните, Раскольников в конце концов оказывается на каторге. И там происходит его исцеление. На каторге оказывается сам Федор Михайлович. Там происходит его исцеление. Вот как-то судьбы многих русских писателей говорят нам о том, что через страдания происходит очищение. И это страдание может быть добровольно нами на себя принятым. Или оно будет нам неспослано Богом для того, чтобы нас спасти. Вот об этом мы не должны забывать никогда. Отец Аркадий, вот если спросить у школьника или у школьного учителя, я не говорю про всех, но мне кажется, большинство школьных учителей не смогут правильно ответить на вопрос, почему мертвые души мертвые. Понятно, что речь идет не о тех крестьянах, которые уже, так сказать, почили в Бозе. Понятно. Но тем не менее, почему же мертвые? И вы сейчас сами сказали, что у Чичиков пока еще не мертвые. Но Гоголь сам дает ответ на этот вопрос, пусть не в этой поэме, но в своих предсмертных записках он оставил такую запись. «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом». То есть душа мертва, если она без Бога. Как тут не вспомнить евангельские слова о том, что мертвые храните своих... Пусть мертвые погребаются к мертвецов. А ты иди за мной. Все-таки мертвые души это не просто душа, которая погрязла в грехе. Это та душа, которая... Мы все грешны. Мы все грешны. Вот очень важно, понимаете, очень важно, на мой взгляд, без всякого пафоса излишнего, но то, чем мы с вами сегодня занимаемся, очень жаль, что, может быть, педагоги сегодня в школах ограничены в возможностях раскрытия тех или иных сюжетов и, может быть, обращение к религиозной составляющей жизни писателей, которые являются автором этих произведений. Но с Гоголем этого нельзя. Невозможно, потому что, если ты не имеешь в руках ключа, ты эту дверь никогда не откроешь. Невозможно говорить, например, о Гоголе только в контексте сатиры и говорить о том, что он просто бичует какие-то общественные пороки. Да и не бичует он, на самом деле. В конце концерта, для него глава важна душа. Да. А потом все остальное. Воззови к дремлющему человеку, брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтоб спасал свою бедную душу. Пусть в мире будут живые, а не мертвые души. Мертвые души это некий такой иронический набор слов, который, понятно, что не отвечает на вопрос почему. Крестьянин умерший это усопший человек, но душа у него мертва или не мертва, мы на этот вопрос ответить не можем, потому что мы участь его не знаем. И любой верующий человек это всегда понимал. Его участь для нас неизвестна. Какая у него там душа? Она в аду? Она в раю? Где она вообще? То есть окажется после страшного суда? Еще страшного суда нет, на самом деле. Не наступил. Поэтому, конечно, об этом говорить бесполезно. Мертвость здесь это состояние погибели, мертвость. Таким словом выражается состояние погибели, душа, которая направилась к погибели. И, конечно же, здесь речь не о крестьянах, а речь о этих людях, и о речь о нас, что и нас эта погибель ждет, если мы все силы своей души направим только на укрепление в этом мире и превращение в идолы всего того, что Господь нам дал просто как средство к существованию. Кто-то из богословов сказал о том, что если бы Гоголь жил в средние века, то мог бы быть святым. Мне эта мысль очень понравилась. Давайте немножко поподробнее скажем все-таки о религиозности Гоголя для тех педагогов, которые нас сейчас смотрят. Дело в том, что у него ведь были произведения, абсолютно духовные книги. Это выбранные места из переписки с друзьями рассуждения о божественной литургии. Но это не очень понравилось святителю Гнатию Брянчинину, потому что Гоголь здесь заходит уже не на свою территорию, а на территорию духовной литературы, на территории церкви. Но ведь был в нем этот потенциал. Вот я думаю, если бы пожил подольше Гоголь и вот стал он писателем духовным, потеряли бы мы многое или что, или нашли многое. Вот интересно все-таки Слава Богу, что история не терпит сослагательного наклонения. Мне кажется, сегодня уже тяжело об этом рассуждать, и, наверное, жалко было бы нам не иметь в своем распоряжении тех замечательных произведений, на которые были потрачены огромные, огромная часть его жизни, его лучшие годы. Но он тяготел уже именно к духовным текстам. Безусловно, безусловно, но он понимал свое предназначение. И в том, что он писал, он тоже видел руку Божью, и он видел миссию, и он видел необходимость именно так реализовать свой талант, дарованный ему от Бога. И поэтому сегодня говорить о том, что если бы Николай Васильевич написал больше духовных произведений, мы бы лучше его знали, или, может быть, что-то более ценное получили, наверное, не стоит. Но стоит отметить какие-то очень удивительные вещи, знаковые, которые в этом для нас открываются. Представьте себе, Ольга Владимировна, что сегодня кто-то из известных писателей или наших современников вдруг попытается порассуждать на тему божественной литургии. Ну, некоторые могли бы. С таким же пафосом, с такой же любовью, настолько же возвышенно, настолько же одухотворенно. Я не могу себе этого представить. Потому что это некое все-таки состояние нашей сегодняшней культуры. Это некий ее диагноз. Во времена Гоголя, наверное, не один Гоголь был. Были замечательные писатели. Например, Розанов, тот же, который мог себе позволить какие-то такие вещи духовного порядка. Поэтому, знаете, мне кажется, любой человек имеет право на свое мнение. Конечно, и святитель Игнатий, как современник, Николай Васильевич имел право как-то на это отреагировать. И какой-то свой взгляд на это имел. Но мне кажется, прекрасно, что мы имеем. Размышления о Божественной Литургии. Это очень яркая иллюстрация того, что человек, даже, может быть, не являющийся носителем священного сана, любой христианин, любой, будь он мирянин или священник, должен размышлять о вечном. Да, потому что Бог отец всех нас. На самом деле, это не входит в обязанность только священника об этом говорить и думать. Это дело каждого христианина прославлять своего творца. Дело жизни каждого христианина. И в этом отношении пример Гоголя очень поучителен. Очень поучителен. Скажите, отец Аркадий, современному читателю, тем более молодому читателю, чем может быть интересны мертвые души? Это предостережение, прежде всего. что посмотрите, куда заводит человека неосмотрительность и попытка уйти только в земной план бытия. Жить только по горизонтали. Припасть к земле и, в общем-то, ползать на брюхи. Никогда не вставать. Ведь на самом деле идея это произведение не в том, что погибает грешник, а в том, что погибает тот, кто не пытается вставать. Главная идея этого произведения. Ведь еще раз хочу подчеркнуть и повторюсь, может быть, но Чичиков-то не выглядит погибшим человеком. Для него Гоголь оставляет надежду, несмотря на то, что он аферист, авантюрист и, в общем-то, человек такой довольно очень местами прямо-таки скажем неприятный. ведь когда читаешь произведение, местами просто омерзение тебя охватывает. Вот эта расчетливость его, удивительный цинизм, такая прожженная его совершенно усыпающая, усопшая практически совесть, которая не мешает ему делать свои дела и рассуждать о людях. И он к людям достаточно характерно относится, безжалостно достаточно. То есть, он к ним никакой симпатии не испытывает, ему не жалко. Он отвращение, допустим, к тому же Ноздреву, то есть, Ноздрев у него прямо нескрываемое отвращение вызывает. Да, тут он не стесняется. Он не стесняется в выражениях, он уже тут оставляет в сторону свою очень деликатную такую витьеватую дипломатию, слащавую манеру обращения, то есть, он ему прямо уже режет в глаза, что называется. И видно, что он его просто ненавидит. И тем не менее, этот человек еще до сих пор не погиб. Почему? Потому что у него у самого еще есть диалог в сердце. Он еще сам пытается понять свое место в этом мире, он еще пытается себя оценивать с точки зрения правоты или неправоты перед Богом. А те, в общем-то, люди, которые, может быть, даже отдельно взятые, они не так грешны, как он. Например, если взять, ну, кого сравнить, Чичикова и Манилова. Ну, этот вот просто такой прожигатель жизни, такой вот сладкоречивый, краснобай, демагог, который, в общем, сладкодушевствует на природе, прекраснодушевствует, строит какие-то прожекты, как бы прорыть тоннель там чуть ли не в Петербург, да, или там куда-то еще, там мост построить. Вот. Ну, вот он разве хуже, чем Чичиков? Он, конечно, вреда там меньше приносит. Конечно, позволить вам не позволить, что же плохого. Вот внешним миру как бы вреда он не приносит абсолютно никакого. Но с точки зрения ведь вечной жизни это еще большой вопрос. Он абсолютно в себя влюблен. Он абсолютно успокоен о том, что он просто, ну, вот, прекраснее него нет ничего и никого на свете. Это видно по нему. И это гибель. Вот об этом, об этом-то речь идет как раз, что Гоголь напоминает нам одну из основных христианских идей о том, что для Царствия Божия, для дела спасения не годятся категории хороший-плохой. Первым в рай вошел благоразумный разбойник, который сказал «Помяни меня Господи во Царстве Своем». И здесь вот как раз вот это состояние покаяния, состояние мытаряну уже, состояние разбойника. Но его нет этого состояния. Этого нет этого состояния. Ни у кого абсолютно. Ни у кого. Кто из вас, мои добрые читатели, полный христианского смирения, негласно, а в тишине один в минуты уединенных бесед с самим собой углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый вопрос. А нет ли во мне? Во мне само какой-нибудь пакости. Отец Аркадий, вот вы сказали, напомнили о Пушкине, который дружил с Гоголем и подарил ему этот замысел. Ведь Пушкин просто хохотал, когда читал Гоголему в свою руку с первой главы «Мертвого душа», а потом он мрачнел. И, конечно, за вот этим видимым смехом мы не видим невидимые меру слезы. И, конечно, мастерски, вот это сатирическое перо, необыкновенное Гоголя, но за этим глубочайшая боль. И за этих людей, для которых уже нет, как вы сказали, спасения. И за Русь, которая несется непонятно куда. И вот эти слова о будущем России в конце романа «Русь, куда ты несешься?» Дай ответ. Нет ответа. Не дает ответа. Но все-таки не этими словами заканчивается поэма, а иными летит мимо все, что не есть на земле. И косясь постаравнивается и дают ей дорогу другие народы и государства. Вот вы знаете, вот эти слова можно произнести сегодня и вот с чувством патриотизма. Вот мне, я так эти слова читаю, я их так слышу. А ведь сказано они сколько лет тому назад. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ. Дай ответ. Не дает ответа. Но мне кажется, главный нерв этого произведения как раз вот эта мысль о благоразумном разбойнике. Конечно. Потому что... Главное душа. Да. Все-таки все остальное на втором. Да, вот такая Русь. Да, вот она такая. У нее есть пороки, грехи. Но если есть в ней хотя бы капля покаяния, то, конечно, она будет в авангарде человечества, если это человечество станет вот таким, как герои мертвых душ. Да, то есть, и мы действительно это видим сегодня. И некое мессианство нашей русской цивилизации, безусловно, которая коренится в православии, оно, несомненно, есть. И он в этом отношении пророчествует. Он предвидит, предсказывает будущее России. И поэтому для нас сегодня остается, как и для Павла Чичикова, еще нерешенным вопрос «Спасемся мы или погибнем?» И этот вопрос нам предстоит решить самим. И мессианство нашей литературы тоже. Безусловно. Тоже. Поэтому мы будем очень рады, если после нашей беседы с вами что-то, может быть, спорно в наших тезисах было. Но захочется нашим зрителям взять Гоголя, «Мертвые души» и еще раз, спустя, может быть, много лет после школьной программы, почитать уже другими глазами, взглянуть на героев и взглянуть на... и почувствовать здесь вот этот изумительный совершенно язык и получить наслаждение от прекрасной литературы, такой мудрой, такой доброй, такой глубокой и такой духовной, то значит, мы не зря с вами встречались и общались на эту тему. Да, будем надеяться. Да, давайте иногда открывать наши любимые произведения, перечитывать их с течением дней и лет, открывать какие-то новые глубины и пусть они помогут нам в нашей духовной жизни. А уж во время поста сам Бог велел читать нам Николая Васильевича Гова. Вместо телевизора. Вместо телевизора, да. Спасибо, отец Аркадий, спасибо всем, кто смотрит нас. До свидания, до новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова